На Беларусь 4 программа Де Факто. Мы рассказываем о главных происшествиях за неделю, сообщаем правовую информацию и обсуждаем темы, которые касаются нашей с вами безопасности. В студии Александр Гамоля. Здравствуйте. В погоне за нарушителем в Гомеле два экипажа ГАИ преследовали нетрезвого водителя. Ограбил ювелирный и спрятал украшения под ванной. В Гомеле правоохранители задержали налетчика и вернули изделия. Невероятный случай. В добрый 60-летний мальчик остался жив после того, как по нему прокатилась железобетонная труба весом в 700 килограммов. Молодежь и наркотики. Какую цену заплатили те, кто однажды приступил к черту закона? И как не потерять реальную жизнь в погоне за нереальным удовольствием? Репортаж Алексея Немкевича. В каких правонарушениях утопают подростки Гомельской области? Что изменилось за последние пять лет? Поговорим с экспертом. И начнем наш выпуск с обзора криминальных событий и происшествий за последние семь дней. В центре внимания наших корреспондентов оказались самые нашумевшие факты и чрезвычайная ситуация. В Гомеле автомобильная погоня сотрудников госавтоинспекции за пьяным водителем закончилась на вираже. Внимание экипажа ГАИ привлек автомобиль Ауди. Иномарка пронеслась мимо на скорости около 120 км в час. Включив проблесковые маячки, сотрудники госавтоинспекции начали преследовать нарушителя. На требования об остановке водитель не реагировал и продолжал движение. К погоне подключился и второй экипаж ГАИ. Тем временем гонщик не справился с управлением на вираже и врезался в одноименный магазин. После чего, покинув автомобиль, скрылся из виду. Инспекторы нигде не могли найти беглеца. На помощь подоспел житель одного из ближайших домов. Он стал свидетелем игры в прятки. Нарушителя в итоге нашли в мусорном контейнере. Ручную гранату времен Великой Отечественной войны нашли при благоустройстве территории одного из микрорайонов Жлобина. Опасные предметы обнаружили между жилыми домами во время проведения земляных работ по восстановлению газона. Сотрудники РОВД оперативно эвакуировали жильцов ближайших домов, посетителей и персонал продуктового магазина. Всего 47 человек. Прибывшая к месту вызова группа разминирования изъяла гранату для дальнейшей утилизации. Пострадавших нет. В Речицком районе 30-летний водитель, управляя автомобилем Peugeot, двигаясь по автодороге Октябрьский-Паричи-Речица со стороны Светлогорска в направлении Речицы. При совершении обгона выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Audi под управлением жителей Речицы. В результате происшествия пассажиры автомобиля Peugeot, 31-летняя и 61-летняя женщины, а также водители автомобиля Audi с травмами были доставлены в больницу. В Гомеле было совершено ограбление ювелирного магазина на проспекте Победы. Продавцы сообщили, что неизвестный преступник в капюшоне и солнцезащитных очках похитил с витрины 17 золотых изделий. Это были цепочки общим весом 335 грамм на сумму свыше 49 тысяч рублей. Сотрудники отдела уголовного розыска Центрального РОВД по подозрению в совершении преступления задержали неработающего гомельчанина 1998 года рождения. Все похищенное имущество мужчина спрятал у себя дома под ванну. В Гомельском районе во время рыбалки возле линии электропередачи от удара током погиб пожилой мужчина. Житель деревни Рудня Маримонова планировал порыбачить у мелиоративного канала в пролете опор ЛЭП Дятлович и Холмич. Пенсионер дотронулся углепластиковой удочкой до голого провода высоковольтной линии. От удара током произошло возгорание сухой травы возле мужчины. А сам рыбак от поражения электрическим током получил смертельную травму. Сильный ветер стал причиной происшествия в Реческом районе. Сломленное дерево повредило линии электропередачи. Без электричества остались два населенных пункта. Это более 30 домов, в которых проживает почти 40 человек. К слову, в эти дни на большей части региона наблюдалось усиление ветра до 20 метров в секунду. В отдельных районах Гомельской области было объявлено штормовое предупреждение. Против бывшего председателя Гомельского райисполкома возбуждено уголовное дело за взятку. Об этом сообщил министр МВД Беларуси Игорь Шуневич. Глава ведомства также рассказал, что экс-чиновник сейчас находится в СИЗО в Беларуси. Напомним, что на прошлой неделе бывший председатель Гомельского райисполкома Александр Ситница неожиданно исчез. Руководитель перестал выходить на работу. Позже появилась информация, что он был уволен за прогулы, но в последующем задержан в России. Удивительный случай произошел под Добрушем. По ребенку прокатилась железобетонная труба весом в 700 килограммов. Но обошлось только ушибами и ссадинами. Мальчика доставили в больницу. Состояние подростка удовлетворительно. Случай нетипичный. В больнице сообщили, что ребенку крупно повезло. Подробности далее в сюжете. Это случилось в пригороде райцентра. Дети играли на пустыре, где лежала злополучная труба. В какой-то момент подростки стали ее раскачивать. И труба накатилась на 10-летнего мальчика. Старшие дети, которые там находились, они просто вовремя откатили. И спасли этим ребенку жизнь. Они его откатили. И мой старший сын его на руки схватил и принес домой на руках. Вот так вот. В больнице ребенка сразу поместили в отделение интенсивной терапии. Готовились к худшему, но опасных для жизни повреждений у мальчика не оказалось. Дети решили возле этой трубы поиграть. Сумели ее раскатить. И она накатилась на 20-летнего малыша весом 32 килограмма. Но так как земля была мягкая, и она его просто весом своим вдавила в землю. И в результате у ребенка множественные ссадины и кровоподтеки, ушибкости таза и повреждений внутренних органов при обследовании не обнаружены. Случай выходит за рамки обыденного. На благополучный исход повлияло множество обстоятельств. Своевременная помощь и госпитализация позволили избежать осложнений. Если бы там оказалась твердая почва, то двухтонная труба ребенка просто бы расплющила. Реально шансов на жизнь у него бы не осталось. Спасибо за спасение ребенка. Дали Сергеевич Дроздов взял первые шаги, самые первые необходимые для ребенка спасения ребенка. Все анализы, УЗИ, все снимки, все. В историю, которую можно назвать не иначе, как чудом, матери пострадавшего мальчика до сих пор трудно поверить. И каждый раз, когда она об этом вспоминает, женщину бросает в холодный пот. Правоохранители выясняют, как на месте ЧП оказалась бетонная труба весом в 700 килограммов. И кому она принадлежит? Я по поводу кольца не обращалась, но я обращалась по поводу того, чтобы у нас на улице Круговской много детей. У нас много домиков с многодетных деток, семьи многодетные. Чтобы поставили нам площадку для игр детей, чтобы играли. Потому что детям некуда деться. Что мне коммунальник предложил, мы можем вам самое большое, чем помочь, привезти песка. Большое спасибо. Это все, чем нам помогли. На предприятии Добровский коммунальник уже заявили, что это не их изделие. Однако не исключено, что будет назначена проверка, ведь вопросы остаются также к местным жителям и предприятиям милиаративных систем. Право человека на защиту от любых противоправных посягательств гарантировано государством. В своей программе мы уже не раз рассказывали, как оно обеспечивается на практике в различных сферах жизни общества. Сегодня поговорим о том, насколько безопасно в плане личной неприкосновенности ездить в поездах и электричках. Как обеспечивается порядок и какие нарушения допускают пассажиры. Узнавали наши корреспонденты, которые побывали в совместном рейде с сотрудниками транспортной милиции. Вечер. Конец рабочей недели. Многие дачники, а также студенты и деревенские жители, приехавшие утром в областной центр, устремились к железнодорожному вокзалу, чтобы на поездах пригородного сообщения вернуться в свои дома. На перроне наша съемочная группа встречает милиционера, который внимательно наблюдает за посадкой пассажиров поезда международного сообщения. На станцию Гомель прибывает дизель-поезд со стороны Жлобина, который, высадив пассажиров, направится дальше сообщением Гомель-Круговец. Это направление у сотрудников УВД на транспорте считается наиболее сложным в плане обеспечения безопасности пассажиров в период следования состава. За годы схема действий отработана. Сотрудники милиции следят как за высадкой, так и за посадкой пассажиров. После чего, поднявшись на ступеньки последними, проходят поэтапно по всем вагонам, наблюдая за обстановкой. В тамбуре правоохранителем попадается подозрительный мужчина. Документов при себе у него не нашлось. Еще машина? Да. Не снимайте. Не снимайте. Что там? Портушку варить. Продукты витал? Да. Молодец, молодец. Через несколько минут в вагон заходит кондуктор, один из главных помощников транспортных милиционеров. Билетные контролеры повидали многое и всегда знают, чего ожидать от пассажира. Но в сравнении с 90-ми ездить в пригородных поездах стало более безопасно. Езжу часто, так как являюсь студенткой университета. Пьяных редко встречаю в поезде, к счастью. ЧП в поездах происходят редко. В текущем году на железнодорожном транспорте и станциях области задержано и привлечено к административной ответственности за распитие спиртных напитков и нахождение в пьяном виде более полутысячи человек. За курение в запрещенных местах оштрафовано 300. Раскрыто три кражи. За прошедший период 2018 года, за первый квартал, сопровождено более 600 поездов различного направления. Самая главная задача при сопровождении поездов, нарядов – это охрана общественного порядка, обеспечение имущественной безопасности граждан. Надеемся, наши граждане стали чувствовать себя намного безопаснее при следовании в поездах, а также нахождении на станциях. Но, тем не менее, хочется напомнить, что за нарушение административного законодательства, предусмотренное статьей 17.9, это употребление табачных изделий в запрещенных местах, то есть в тамбурах, в вагонах, между вагонами, предусмотрена административная ответственность. Предусмотрена статья 17.9, которая влечет за собой наложение штрафа в размере до четырех базовых величин. По итогам рейда вывод напрашивается один. Пользоваться услугами железнодорожного транспорта стало безопасно. Проводимая профилактическая работа дала положительные результаты. Другое дело – это беспечность людей. Находиться вблизи железнодорожных путей и подвижных составов в нетрезвом состоянии – смертельный риск. Именно по этой причине в этом году два человека погибло, один получил травмы. Сбыт наркотиков сегодня напоминает сетевой маркетинг. Преступники ушли глубоко в интернет и оттуда ведут свои дела. Добраться до таких дельцов непросто. На закрытии одного интернет-магазина они отвечают открытиям нового и все больше привлекают студентов и подростков. Наш корреспондент Алексей Немкевич узнал почему и как с этим бороться. На кадрах оперативного видео запечатлен штурм одного из частных домов в Светлогорске. В результате операции тогда был задержан местный житель, подозреваемый в сбытии опасных нарковеществ. С момента этого штурма прошло уже несколько лет. Как раз в эти годы в регионе отмечен всплеск активности наркобизнеса. С каждым днем наркоиндустрия совершенствуется, используя передовые технологии в своих целях. Сегодня для заключения наркозделок вовсю используется глобальная сеть. Например, наркотики продаются и покупаются в социальных сетях и на форумах. Курьеры – это самая опасная должность в наркобизнесе. Именно они чаще всего и попадаются на такие преступные вакансии и предлагают подросткам и студентам. Им легче внушить, что распространение наркотиков – дело неподсудное. Многие верят, однако, как известно, незнание закона от ответственности не освобождает. На протяжении последних лет закрыты достаточно серьезные интернет-магазины, возбужден ряд уголовных дел. И достаточно большое количество людей привлечены к уголовной ответственности. Как отмечают правоохранители, сейчас проблема распространения наркотиков и вовлечения в это молодежи стоит не так остро. Например, в 2016-м было зафиксировано 1030 преступлений в этой сфере. В материалах уголовных дел числится 65 несовершеннолетних. В 2017-м цифры следующие – 783 и 19. С начала этого года – 223 преступления и ни одного подростка. Была определенная вспышка, волна, когда были активно, увлекались несовершеннолетние. Сейчас волна эта сбита путем проведения оперативно-ростных мероприятий, привлечением людей к уголовной ответственности, большим объемом профилактических мероприятий, которые проводятся как сотрудниками подразделения наркоконтроля, так и органов внутренних дел в целом с представителями общественных организаций. Медики также констатируют снижение наркопотребления среди молодежи. Цифры впечатляют – уменьшение более чем в 10 раз. Если сравнивать 2015 год, 3 месяца, по области наблюдалось у нас 146 несовершеннолетних потребителей наркотических веществ и 11 зависимых. В настоящее время по области наблюдается только 11 несовершеннолетних. Это однократные какие-то пробы и зависимости нет. То, что касается нашего отделения, последние сведения о несовершеннолетних потребителях наркотических веществ были получены осенью 2017 года. Чтобы защитить своего ребенка от наркотиков, родителям следует быть особенно внимательными. Психологи советуют следить за изменением поведения. Установить, точно ли употреблял подросток наркотики, можно в лаборатории наркодиспансера. Здесь появилась возможность сделать это анонимно. Принести биологический образец для исследования могут прийти с своим ребенком. Но родитель – это понятие такое широкое. Родитель может быть и 15-летнего ребенка, и 20-летнего тоже. Исследуем мы это на платной основе, заключается договор. И в результате будет указано, что это анонимное исследование. Одним из самых серьезных заслонов распространению наркозависимости специалисты считают профилактику. По их мнению, нужно не пугать молодежь возможными последствиями употребления наркотиков, а помогать найти альтернативу. Алексей Немкевич и Евгений Макеенко специально для программы «Дефакто». Проблема вовлечения детей в наркобизнес по-прежнему актуальна для Гомельской области. Хотя на статистику преступлений существенно повлияло ужесточение законодательства. Сегодня большинство подростков от торговли наркотиками удерживают именно огромные сроки наказания, связанные с лишением свободы. Но проблема вовлечения детей в наркоторговлю не единственная в молодежной среде. Хулиганство, кражи и совершение противоправных поступков в состоянии алкогольного опьянения – вот палитра самых популярных нарушений, на которые решаются дети. Как этому противостоять и как уберечь молодежь от отчаянных шагов, поговорим со старшим инспектором по особым поручениям группы организации работы инспекции по делам несовершеннолетних Управления внутренних дел Гомельского обл. исполкома Сергеем Потерухиным. Сергей Олегович, здравствуйте. Добрый день. Давайте разберемся, какова у нас реальная ситуация, отображающая проблема вовлечения детей в наркоторговлю. На сегодняшний день, по итогам 2017 года, можно сказать, что констатирую тот факт, что у нас зарегистрировано снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними по сравнению с 2016 годом, на 22,8%. Что касается преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, то это снижение на 74,4% с 82 преступлений до 21. То есть существенные показатели? Значительное снижение, да. Как вы думаете, с чем это связано? Конечно же, это связано в первую очередь с тем, что данный вопрос вообще связан с профилактикой наркомании, с ужесточением ответственности, лиц, которые употребляют, занимаются распространением наркотиков, он стал на государственном уровне в 2014 году. В конце 2014 года у нас был принят декрет номер 6 президента Республики Беларусь, который ввел определенные понятия, которые потом нашли свое отображение в административном уголовном законодательстве и, соответственно, ужесточили ответственность граждан за употребление и распространение наркотиков. Что касается употребления, то какова ситуация? Ведь становится больше наркоманов, меньше становится наркоманов среди молодежи. Как здесь обстоят дела? Ну, если говорить о несовершеннолетних, то из года в год количество несовершеннолетних, оно не растет, оно примерно одно и то же. Выявляется в среднем 100-120 человек в год употребляющих. Это на протяжении какого периода времени? В течение года. В течение года. То есть на протяжении скольких лет уже? На протяжении, вот можно констатировать, на протяжении с 13-го по сегодня настоящее время. То есть это уже практически 5 лет? Да. Это лица, которые употребляют, которые были замечены в употреблении. Если говорить о статистике уголовно-нагазуемых деяний, то в 13-м году у нас было 25 преступлений, совершенных несовершеннолетними, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Эта цифра к 14-му году у вас засла до 84-х. В 15-м году было 85 преступлений. В 16-м году было немножко снижение, 82. И, соответственно, в 17-м году 21 преступление. Каков на сегодня портрет молодого человека, который занимается распространением наркотиков? Ну, если коротко, то это подросток с возрасте от 15 до 18 лет. Соответственно, в большинстве случаев это те подростки, воспитанием которых занимается один из родителей. То есть второго родителя по какой-то причине нет. Соответственно, с нехваткой времени родители занимаются в полном объеме его воспитанием. Плюс он где-то не занят полезным трудом, да, не занимается ни в какой секции. Соответственно, он больше времени проводит на улице, встречается с ненужными ему людьми, общается в ненужной ему компании. Плюс это интернет, общение, да. То есть это все способы вовлечения подростков? Это способы вовлечения подростка, да. Как этому противостоять и на что должен делать упор родителей, на что обращать внимание? В первую очередь, хотелось бы сказать родителям о том, что они должны обращать большое внимание на поведение подростка. Как он себя ведет, закрыт ли он от общения, замкнут, появляются ли у него какие-то новые, скажем так, вещи, которые он себе по каким-то причинам позволить не может. То есть покупки. Да, покупки. Понятно, что стремление подростка в наше время к новым гаджетам, да, и появление у подростка, который не может себе позволить, допустим, телефон дорогой, да, оно, соответственно, говорит о том, что откуда же были взяты деньги. Если он сам не употребляет, значит, он, скорее всего, занимается распространением. То есть участвует в такой преступной схеме в качестве закладчика. Если бы представить вас на месте родителя, и вы заметили, что ребенок, ну вот, у него стали появляться вещи, он как-то ведет себя по-другому, что бы вы сказали, что бы вы сделали? Я бы, конечно, в первую очередь попробовал поговорить сам, но подростки находятся в таком возрасте, в таком промежутке времени, в котором они не очень хотят идти на контакт с родителями. Соответственно, в данном случае нам всегда приходят на помощь специалисты из образования, да, это социальные педагоги-психологи. Соответственно, есть еще, если подросток употребляет наркотики, да, у нас есть какие-то подозрения, то у нас есть наркодиспансер, да, Гомельский областной наркодиспансер, где есть врачи-наркологи, которые непосредственно работают с подростками. Сергей Олегович, какие противоправные поступки среди молодежи вы бы отметили еще, и какова их динамика в Гомельской области? Ну, если говорить о подростковой преступности, то основная масса преступлений, конечно, которые совершают несовершеннолетние, это преступления противособственности. Кражи? Да, кражи, мошенничества, грабежи, ну, большая часть, конечно, это кражи. Также сюда идут хищения путем использования компьютерной техники, это, в первую очередь, кражи банковских карточек и потом снятие из них денежных средств. То есть молодежь активно вливается в сферу киберпреступлений? Бывает. Зарегистрированы случаи у нас, да, когда похищались банковские карточки, потом с них снимались деньги, и это все, соответственно, подпадает под действие уголовного закона, статья 212. Как, на ваш взгляд, мы можем уберечь молодежь от правонарушений? Это наша основная задача органов внутренних дел, а именно инспекции по делам несовершеннолетних, что касается несовершеннолетних, а в совокупности с другими учреждениями и организациями, в первую очередь, комиссия по делам несовершеннолетних при администрациях районов города Гомеля и райисполкомов на области, это учреждения образования, учреждения здравоохранения. Только совместным трудом, сообща, вкупе, мы можем на сегодняшний день противостоять данной проблеме. Мне кажется, тут еще очень важно внимание родителей по отношению к своим детям, ведь кто, как не они, могут вовремя заметить и предупредить подростка о какой-нибудь беде? Совершенно верно. В первую очередь, первая преграда на недопущение совершения противоправного поведения подростками, это, конечно же, родители. Они, скажем так, первые видят, первые знают. Сергей Олегович, большое вам спасибо за конструктивный разговор. Ну а телезрителям напомню, что в студии программы де-факто мы обсуждали вопросы, которые касаются проблем совершения детьми правонарушений и участия в наркоторговле. И в завершении программы, по традиции, рубрика «Я очевидец». Вашему вниманию подборка происшествий, снятых видеорегистраторами и камерами мобильных телефонов людей со всего мира. В подмосковных Люберцах в магазине «Пятерочка» случилась массовая драка охранников и посетителей, которые без оплаты пытались вынести продукты из магазина. Столкновение получилось жестким и попало на видео. Камеры слежения зафиксировали не только момент кражи, но и бойню, которая после этого последовала. Секьюрити пришлось противостоять трем мужчинам, которые внешне превосходили их по габаритам. Но сотрудники охраны оказались не из робкого десятка и после первого удара со стороны налетчиков перешли в атаку. Два нокаута за 30 секунд – таков итог схватки. За секьюрити вступились другие покупатели. В итоге налетчики ретировались, правда, вместе с украденными продуктами. Вернувшись в магазин уже с поддержкой, они ранили одного из охранников из травматического пистолета, за что теперь разбираются с полицией. В Гомеле нетрезвого водителя преследовали 12 экипажей. Автолюбитель ловко уходил от приемов, блокировки автомобиля, но в конце погони все-таки не справился с управлением и съехал в кювет. Все началось на проспекте Октября, а продолжилось на Реческом. Нарушитель на своем Хендай Солярис пересекал сплошную, мчался по бордюрам, дорогам и тротуарам. При этом инспекторы не сразу смогли его догнать. То и дело водителю удавалось ускользнуть. Закончилось преследование на трассе под Бобовичами, где нарушитель потерял управление. В салоне находился еще и пассажир, который то ли от воздействия алкоголя, то ли от испуга едва стоял на ногах. В Англии ветер отобрал деньги у вора. Происшествие попало на видеокамеры наблюдения. Двое злоумышленников ограбили офис туристической фирмы и шли по улице. Внезапно налетевший ветер выдул кипу банкнот из кармана одного из них. В первую секунду вор не заметил пропажи, а затем опомнился и попытался собрать ускользающую добычу. Однако ветер продолжал разносить деньги по всей улице. Горе грабителям не оставалось ничего другого, как броситься на утек. Аварийную посадку самолета в американском городе Колорадо Спрингс запечатлела на видеокамера регистратора. Легкомоторная Cessna, подпрыгивая на шасси, пересекла автотрассу, чудом не задев ни одной машины. В местном полицейском департаменте считают, что летчикам очень повезло, причем не один раз. В этой аварии нет ни одного серьезно пострадавшего. Транспорт в огне. Серьезный пожар случился на юго-западе Москвы. Там загорелся троллейбус. Потушить пожар попытались местные коммунальщики. Водой из уборочного трактора они заливали огонь. Но действия, по словам очевидцев, были тщетны. Вскоре на место прибыли сотрудники МЧС. За считанные минуты им удалось локализовать и ликвидировать сгорание. Не меньше стресс пришлось пережить и пассажирам Нью-Йоркской подземки. Перекрытия метро не выдержали весеннего напора воды и дали течь. В итоге при выходе из поезда пассажирам пришлось проходить через настоящие водопады. А станции превратились в венецианские тоннели. Вода поступала и по лестницам, напоминая пороги горных рек. А это головокружительные танцы с шестом на льдине, которые показала жительница Воронежа. Видео, пожалуй, является самым эффектным из серии весеннего половодия. Так чудеса акробатики и хореографии еще никто не демонстрировал, писали в комментариях в интернете. Хотя с подготовкой ролика организаторам пришлось помучиться. Сообщается, что долго искали подходящую глыбу льда. Сам шест на этой глыбе ощутимо качался. Да и температура воздуха все-таки была нелетняя. В общем, девушка перенервничала и замерзла. Зато впечатлила весь Рунет. Такими событиями запомнилась уходящая неделя нашим корреспондентам. Смотрите де-факто и будьте в курсе уголовных дел и происшествий Гомельской области. Я, Александр Гамоля, благодарю за внимание. Увидимся в это же время ровно через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова